ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошая у вас пенсия, Алексей Алексеевич. Спасибо, не жалуюсь. А на какой работе, извините, вы столько денег заслужили на пенсию? Вы, извините, просто редко встретишь такого пенсионера в наше время. А вы не профессор, случайно? Профессор. Ну, пожалуй, уже и профессор. Угу. Угу. Благодарю вас. Спасибо. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, одну минутку. Подождите, пожалуйста. Деньги в избегу. Деньги доставай, товарищ. Все, все. Деньги доставай, товарищ. Все застыл, сказал. Деньги живо. Алло. Милиция. Ребят, тут наркобаны немножко хулиганят. Подберите их. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Человек, он заслуженный, из органов. Здорово. Пистолет наградной. Мы уже изъятие оформили. После выстрела сам позвонил, сдался. Все подробно рассказал. А потерпевших опросили? Да, я лично опросил. И что? Ну что, что. Говорят, первый на них напал, стрелять начал. Но ведь понятно, что врут. У них за плечами у обоих торговля наркотиками, разбой. Неплохо бы каких-нибудь свидетелей отыскать. Ну что, пойдем по свидетелям? А так хочется, Белов, по типу грибы. Доброе утро. Владимир Александрович. Модная щетинка. Слушай. Алексей Алексеевич. Володь. Здравствуйте. Здорово, Володь. Здорово. Здравствуйте. Вы не волнуйтесь. Да. Все будет хорошо. Да я и не волнуюсь. На меня напали. Угрожали ножом, я защищался. Но я не сомневаюсь, что если вы стреляли, значит, это было необходимо. А чего это все так переполошились из этого пенсионера? Нас с тобой от работы оторвали. Вон сам Старыгин подъехал. Этот пенсионер в прошлом, один из лучших следователей страны. А Старыгин, между прочим, его ученик. Вас сейчас отпустят. Они будут работать дальше, искать свидетелей. Ну, славно. Славно. Я о вас очень часто думаю. Я вам так благодарен. Вы меня очень многому научили. Сто лет не виделись, и такой повод. Да повод. Скажем, не из лучших. Володя, ты б зашел на чай? Поговорили б по душам, а? Приглашайте. Приглашаю. Я с удовольствием. Все, я жду. Живете там же? Там же. Я зайду. Я с удовольствием. Гена. Гена. Простите, а вы кто? Здравствуйте. Я майор Романов. Из полиции. Господи, что с ним? Что с ним? Вы нашли его? А он? Он что, пропал? А вы точно из полиции? Да, конечно. Пожалуйста. Майор Романов из главка. Ну, только я не знал, что ваш сын пропал. Я по другому вопросу. По какому еще другому? Разрешите пройти? Ну, проходите. Конечно, я знала, что у него проблемы с наркотиками. Как же я могла об этом не знать? Только вы знаете, он в последнее время, как это у них говорят, переломался. Ненавижу этот жаргон. А вы, значит, по этому вопросу, да? Да. Спасибо. Можно сказать, по этому. О, Господи, Господи, что же с ним такое, а? Вы знаете, он, он, в общем-то, очень хороший мальчик. Только со шпаной связался. Да. Говорила я ему, сколько раз я ему говорила. А заявление писали? Да, конечно, конечно. Целую неделю ходила, брать не хотели. Ну, взяли? Где? Да в нашем районном отделении, где же еще? Сказали, будут искать. Только, знаете, я по глазам видела, никого они искать не будут. Кому мы нужны без денег? Скажите, а это его девушка? Да, Светочка. Вы знаете, она тоже, ну, с этими, с наркотиками. А потом они вместе бросили и даже, знаете, помогали друг другу. Вы не знаете, где она живет? Нет, я адреса не знаю. Дом такой высокий, на набережной. Я один раз видела, Генка ее провожал. Галина Сергеевна, пожалуйста, вот моя визитка, если у вас появится какая-то информация по поводу вашего сына, обязательно позвоните мне, хорошо? Я? Я вам? А вы? Вы что же? Давай, Володенька, проходи, проходи. Ты у меня давно не был. Ох, как у вас красиво стало. Ну, вот я небольшой ремонтик сделал. Здорово. Ну, пенсия хорошая, не жалуюсь. Государство позаботилось. А ты, значит, нашел свидетеля, и он подтвердил, что старик не врет. Ты молодец, Володь. Молодец. Ну, во-первых, вы не старик. А во-вторых, нашел не я. А Данилов со своими операми молодцы. Расстарались, нашли свидетеля. Ну, под твоим же руководством. Присаживайся. Я вспоминаю, как вы нас учили. У каждого преступления есть свидетели. Каждое преступление оставляет след. Закон кармы совершенен. Да, закон кармы совершенен. Ну, как ты? Рассказывай. Наслышан о твоих успехах. Да какие там успехи? Не жалеешь, что вернулся в органы? Честно, иногда жалею. Что так? Да всякое бывает. Начальство покоя не дает. Я слышал, что у вас сейчас молодой начальник. Как фамилия? Карпенко. Юрий Юрьевич. Карпенко? Не знаю такого. Но это уже после меня было. Да. Ну и как он? Нормально. Хороший менеджер. Профессионал. Да что мы об этом? Вы-то как? На пенсии? Ой, Володя, Володя. Поначалу думал, не привыкну. Потом ничего. Путешествия понемногу. Вот видишь, Париж был. Коньячку выпьем. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Маргарита Витальевна. Зачем вы меня вызвали сюда? У нас что-то случилось? Ну, я не знаю, как по вас. А у меня, да, случилось. Я весь в внимании. Я это покупаю. Это? Это. Неплохо. Я тоже так думаю. Шумейко, вы помните, как Кантемиров увел меня из-под носа сеть закусочных, на которые я очень рассчитывала? Это риторический вопрос. Сейчас он покупает несколько крупных автосалонов. И я хочу с ним сделать то же самое, что он сделал со мной. Я хочу перекупить эти автосалоны. Вы хотите поссориться с Кантемировым? Это всего лишь навсего бизнес. И он это прекрасно понимает. Я не хочу никак его унизить или там как-то подставить. Я просто хочу его переиграть. Поэтому ваша задача на сегодня, Шумейко, провести переговоры с владельцами этих автосалонов. Хорошо, Маргарита Витальевна. Я это сделаю. Прекрасно. Вы в котором часу подъехали? Да уже в два часа здесь были. Ясно. Ну, продолжайте здесь. Хорошо. Никаких следов. Никаких. Понятно. Андрей, что у тебя? Глеб Сергеевич, я опросил всех свидетелей в округе. Три дома. Никто. Ничего. Сергей, а у тебя? Камер слежения на этом доме нет. Я посмотрел соседние, проверил видеозаписи, но ничего подозрительного, Глеб Сергеевич. Хорошо. Продолжайте работать. Есть. Ну что, работал профессионал. Контрольный в голову. Может быть, кто-то из подельников этих уродов, в которых Лосев стрелял? Вряд ли, Серега. Самая простая мысль, она первая приходит в голову. Сергеевич, дай мне все-таки их допросить. Я их допрошу сам, Серега. Глеб, я бы хотел, чтобы дело Лосева. Знаю. Да, знай, Володя, как для тебя это важно. Мы им занимаемся. И я думаю, что надо съездить в архив. Покопаться в последних делах Лосева и, может, что-то там… Хорошо. Мы и займемся. Закон кармы. Совершение. Держи меня в курсе, ладно? Угу. 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 А мы здесь просто по земле ходим, понимаешь? Ну, я, между прочим, бывший опер, в глав попал после ранения. Так что, как бегать по земле, знаю очень хорошо. Также очень хорошо знаю, как дела о пропавших людях складываются по цукну. Слушай, ну вот ты прям меня обидеть хочешь. Понимаешь, ну если ты сам был бывшим опером, то тебе, наверное, известно, что у нас здесь творится. А тем более, что такое искать пропавшего наркомана. Да он сейчас где-нибудь в Крыму торчит себе в палаточке или на хате у своего дружка-наркомана. Во Владивостоке. И не найдешь ты его, майор, до тех пор, пока его местные опера там не возьмут. Или он где-нибудь под забором не загнется от передоза. Или ты что хочешь, чтобы я сейчас все дела бросил и всех собрал на поиски твоего наркомана? Капитан! А у меня, между прочим, каждый день вот эти убийства, изнасилования, грабежи, разбойные нападения, ты понимаешь? Капитан, ты прав. Все, извини, что я тебя потревожил. Да, только учти, что парень этот завязал и пропал именно после того, как бросил колодцы. Вот тебе и зацепка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Что? Фотошечки замок смело, да? Абонент не может ответить на ваш звонок, оставьте ваше сообщение после звукового сигнала. Алло, автоответчик? Оставляю тебе сообщение. Ты мне сказала, что ты уйдешь, чтобы я тебя не искал. Какого дьявола ты сменила замки? Сказала бы, я сам бы ушел. Там мои вещи. Ты что творишь вообще? Я тебе мальчик, что ли? А, ту-ту-ту-ту. Хорошо. Я, конечно, не фокусник. Ну, сейчас. Ты чего, начальник? Ну, зачем нам это надо? Мы и так тут сидим ни за что. Ты еще мокруху на нас повесить хочешь? Нет. Я на себя это брать не буду. Нет у меня таких друзей. У меня все друзья нормальные пацаны. Никто за просто так старика стрелять не станет. Да не знаю я, кто это сделал. Не знаю. Да и пушек у них нет. Хотите, проверьте. Обязательно проверим. Вот ненормальные. Куда ж все попрятала-то, а? Нет, чтоб собрать все при чемодана, выставить за порог, как делается нормальная женщина. Нужно обязательно что-то сделать. Руки подними. Руки подними, сказал. Расходимся с женой просто. Сменила замки, меня не предупредила. Я муж. Все нормально. На пол. Ребят, я свой. На пол. Файор полиции Савельев, главк отдел подполковника Данилова. Все, да я свой, ребят. Я вас уверяю, Маргарита Витальевна, вот вы сейчас сами убедитесь, все бесполезно. Он боится. Это у вас бесполезно. Слушайте, за что я вам только зарплату плачу? Глеб Сергеевич, мы изучили дела, которые вы нам передали. И? Нашли двух интересных фигурантов. Как раз Лось ввел их дела. Оба осуждены. Один на пятнадцать, второй на двадцать пять лет. Оба недавно откинулись и кто-то из них вполне мог затаить злобу на следователя, который засадил их на такие сроки. Значит так. Серега, отправляйся под аресам подстрелянных. Проверь все их окружение. Конечно, я в эту версию не верю, но отработать ее надо до конца. Да. Ну, а вы, ребятки, займитесь этими фигурантами. Как их там фамилии? Соломин и Тарасов, Глеб Сергеевич. Вот-вот. Не уговаривайте меня, мое слово нет и точка. Почему, Макрицкий? Ну почему? Ну какая вам разница, кому эти автосалоны продавать? Мы с вами сто лет знакомы. Ну почему вы не хотите пойти мне навстречу? Да потому что, потому что. Потому что у него везде свои люди. Я даже в собственных салонах не могу говорить о многом. Ему сразу все становится известно. И он, и он страшный человек. Ему никто не хочет переходить дорогу. Да хватит меня пугать, что я Кантемиров, что ли, не знаю. Это бизнес. Всего лишь бизнес. Я сказал свое слово, Маргарита Витальевна. При всем уважении, ни за какие деньги. Угу. Шумейко, покажите условия контракта. Угу. Прошу вас. Что вы со мной делаете? Хорошо. Я подпишу. Я и не сомневалась. И нечего было тут такие ужасы разводить. У этого Тарасова даже мобильного телефона нет. Илья, двойное убийство. Пятнадцать лет в зоне. Этому человеку вообще телефон не нужно. Андрей, он скорее животное, чем человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, мы из полиции. Николай Тарасов здесь живет? И как давно вы его видели? Так это, нет, тут жена его живет. А он-то вам зачем нужен? Эту информацию мы пока не можем разглашать. Так когда вы его видели? Вы можете очень помочь следствию. А я каждый день его вижу. Он тут на набережной рыбачит с друзьями. Водку пьет. А здесь вы его не ищите. Он здесь не живет. Танька жена его. Она его на порог не пускает. Поэтому он снимает комнату в коммуналке. А Танька это стерва. Стерва? Ну, человек отсидел, покаялся. Решил начать новую жизнь. И что? А она его с порога гонит. Ну вот он такой неприкаянный. И живет один, одинешенек. Я иногда ему подбрасываю. В смысле? На пиво. Пиво это, конечно, очень хорошо. Но он, между прочим, двойное убийство совершил. Да он просто с хулиганьем подрался на улице. Он когда-то боксом занимался. Ну вот двое умерли. А между прочим, они все пьяные были. И еще неизвестно, он ли это совершил. Дело вел. Очень хороший следователь. Да, все вы хорошие. Ладно, некогда мне. Господи, нет покоя человеку. Ну, пойдем. Странные люди в этом подъезде живут. Согласен. Сергеич, как тебе новая машина? Ты знаешь, а ничего, нормально. Ну, хоть и подержанно, зато японец. А ты чего не бри, Серега? Гулял, дом не ночевал. Ну, Глеб Сергеевич, ну, тебе какое дело? Так. У тебя все в порядке? Да. Ну, что, злой-то такой? Да добрый я. Глеб, извини, но… Ладно. Не хочешь рассказывать – не рассказывай. Захочешь – расскажешь. Смотрим в оба. Про этого Соломина я уже слышал. Он лидер ОПГ, за ним несколько зверских убийств. Вот он. Стоять. Серега, давай в машину. Я не пойму, а что таксист, что ли? Как кровь. Знаете, проходники здесь? Этот таксист, похоже, не очень хочет ознакомиться с новыми клиентами. Слушайте, Глеб, тормози. Я на перерез, а в другого выезда нет… Слушайте, Глеб, тормози. Я на перерез, а в другого выезда нет… Братва! Братва! Не стреляйте, братва! Все решим! Признаюсь, был неправ, братва. Какая братва? Мы, мы из полиции. Чё, правда? Мужики, правда? Из полиции! А, мужики! Из полиции! Спасибо, мужики! Как я рад видеть вас! Фух! Мужики! Коля! 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 Давай выпьем, что ли? Держи. Давай. Ну, усаживайся. Ну? Ну, давай. 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 Николай Тарасов! Ну, я Тарасов. Мы из полиции. Здрасте. Что вешать на меня? Что собираетесь? С чего вы взяли? А для чего вы ко мне ходите? Домешайте, если нужно. Воля ваша. Где вы были вчера утром с 7 до 12? Дома. Кто-то может подтвердить? Соседи могут. Ольга может подтвердить. Она в нашем бывшем доме живет. Пожилая женщина. У нас квартиры были рядом. Илья. Илья. Пойдем. Спасибо. Папа. Идите, идите. Ну и укатала же его жизнь, а? И этот человек был боксером. В драке убил. Сломать любого можно. Тем более, если от тебя все отвернулись. Да еще столько лет на зоне. Да, был человек и нет человека. В общем, все, Андрюх, ставим точку. Не мог он убить. Алиби даже проверять не будет. Нет, алиби проверить надо. Ну ты его видел, Андрей? Работаем, Илюша. Работаем. В общем, этот страшный бандит работает бомбилой. Так, и что? Ничего, машина, ведро. На морде написано, денег никаких нет. В криминале вроде нигде не замазан. Третьего дня вез каких-то клиентов, оказались братки, что-то они там не поделили. В общем, он их выбросил из машины и удалился. Нас с Даниловым перепутал с этой братвой. Подумал, приехали с ней разбираться. Я ему удостоверение показываю. Он от счастья чуть не расплакался. Ну прям таки расплакался. Я тебе говорю, Белов, если бы не Данилов, он бы меня расцеловал. Честное слово, засиял, как звезда на непосклоне. Понимаешь? Полиция, говорит, моя дорогая родная, никогда не думал, что ментам так обрадуюсь. А алиби? Да нормальное алиби, стопроцентное алиби там. Он в то утро был у участкового на профилактической беседе. А участковый? Слушай, Илья, не разводи мне тут теорию заговоров и всемирную мафию. Не при делах участковый. Мент как мент. Алиби стопроцентное. Чего еще надо? Братцы, все это конечно очень весело, но по делу тут тупик. Не переживай, мы только поговорить. Что? Что надо? Господин Кантемиров просил передать, что не стоит вам покупать автосалоны. У него есть аргументы, которые вы не сможете отспорить. Всего доброго. Надеюсь. Поехаю. Музыка И так… Люда, ты… ты почему? Ты меня спрашиваешь, почему? Ты меня! Может быть, мне уместнее спросить, почему ты таскаешь сюда девок? Это не девка! И вообще, как ты смеешь? Я, кстати, если ты забыл, пока еще твоя жена! Мы же уже давным-давно… Уже и не уже, но ты не смеешь устраивать бордель! Да хватит орать! Люда, ты ничего не знаешь! Марина, это моя… Да никакая я не твоя! Марина! Марина! Беги-беги! Может, что догонишь? Девушка! Господи, что? Не пугайтесь, вы Светлана Белкина! Да, а вы кто? А я майор Романов из Главка. Вы знаете, я хотел бы поговорить с вами, извините. Давайте пройдем. По поводу вашего друга Геннадия. А что с ним случилось? Так вот, я хочу у вас спросить, что с ним случилось. А я ничего не знаю. Свет, у меня к вам очень большая просьба. Помогите мне. Мне и вашему другу. Поговорим? Ну, давайте. Марина! Подожди, я тебе все объясню. Да не надо мне ничего объяснять! Ты не говорил, что ты женат! Марина, я не женат! Ну, то есть, я женат, но мы… Марина! Да хватит! Хватит врать! Я тебя очень прошу, не надо мне больше звонить! Все! Марина! 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 Ну, что вы хотели узнать? Я знаю, что Гена завязал с наркотиками. И вы тоже. Да. Что с ним? Где он? Может быть, ему кто-то угрожал? Или он уехал куда-нибудь? Или… Это Борзов. Кто такой Борзов? Дилер. Гена отказался с ним работать, как только завязал. А Борзов очень на него надеялся. Гену должен был сбыть наркотики в клубе. Ну, в розницу. Но послал Борзова. А тот сказал, что из этого бизнеса просто так не уходят. Сказал, что убьет. И Гену, и меня. Где его можно найти? Я… Я боюсь, я не помогу вам. Свет, ты должна это сделать. Ты ведь хочешь помочь своему другу? Ирина! Чего тебе? Ну, я хотел вещи забрать, а ты замки сменила. Это моя квартира. Да, но ты же сказала, ты уходишь. Я передумала. Я не отдам тебе квартиру. Хорошо, но вещи-то я могу забрать? Когда у меня будет время, я тебе сообщу. И ты заберешь свой хлам. Ирина, стоп! Ты меня что, вообще за чилки не читаешь? Извините, у вас все в порядке. У нас все нормально. Уберите отсюда этого человека. Чего сделать? Да иди работай вообще! Эй! Слушай, ну ты меня достал, я не понял. Ты… Ну, что происходит? Я не понял. Ну, что, Володя, получается, что у тех, кого мы подозревали, твердое алиби. Ты понимаешь, что Лосев – один из лучших сотрудников. Это мой учитель. И если мы не найдем его убийцу, я себе этого никогда не прощу. Да. Может, есть вот какие-то соображения? Есть факты жизни твоего Лосева, о которых ты, Володя, можешь и не знать. Какие такие факты? Ну, во-первых, у него было довольно-таки много денег. И еще он часто летал за границу. Ну, у него была хорошая пенсия. Да? А дома в Испании. А квартира в Болгарии. Эти частые поездки за рубеж. Это ж какая у него должна быть пенсия, Володь, а? Что ты хочешь сказать этим? Да ничего. Кроме того, что уже сказал. Просто я считаю, что он жил непосредственно. Это твой Лосев. Ты его в чем-то подозреваешь? Да я его знаю столько лет, что… Значит, не все знаешь, Володь. Ну… Где Романов? У него какое-то дело, он сказал. Какое дело? Какое у него может быть дело? Как вернется, сразу ко мне. Вы, Вера Андреевна, пожалуйста. Подготовьте мне всю информацию о последних годах жизни Лосева. Где бывал? Куда ездил отдыхать? Справки по недвижимости. Все, что сможете найти. Мне важна каждая мелочь. Хорошо. Здорово. Здорово. На, держи. Все, пришли, Димон. Ты кто? Мент в пальто. Я не знаю. Что? Стоять. Ко мне. Быстро, быстро, быстро ко мне. Встал здесь. Что? Руку. Иди сюда. Сюда, я сказал. Сядь. Простегни его. Где Гена? Какой Гена? Где он? Ты убил его. Ты его убил. Да никого не убивал я. Значит так, или ты говоришь мне сейчас правду и идешь на зону. Рим, я тебя предбиваю здесь, как собаку. Прямо здесь. Ну. Ну я, я, я его убил. Ну полез он на меня, его случайно до того. Где труп? Да покажу, в подвале, покажу. Ну не стреляй, прошу, пожалуйста, ну не стреляй. А, я посмотрела все, что можно. У него есть недвижимость за рубежом. Испания, Болгария. Сам часто там бывал, делал покупки. У меня есть данные его кредитной карты. Я сделала запрос в банк. Вот я небольшой ремонтик сделал. Здорово. Пенсия хорошая. Вот, путешествую понемногу. Видишь, в Париже был. Испания. Спасибо, Вера Андреевна. Вы мне очень помогли. Да, Старыгин. Какой нотариус? Завещание? Да, хорошо, я приеду. Алло, Глеб, давай-ка съездим со мной в одно место. Лосев оставил мне завещание. Ну, какие-то документы оставил у нотариуса. Сказал, что в случае его смерти нужно передать мне. Я жду тебя внизу. Стойте, поставьте. Это ваш сын? Да, это он. Господи, я так и знала. Это не он. Ну, давай, показывайся. Это, конечно, не секрет. У меня от тебя нет секретов. Похоже, Глеб-то был прав в том, что подозревал Лосева. Непонятно было в чем, но теперь все ясно. Ну, конечно, ясно. Вот, смотри. Он шантажировал осведомителей, внедренных в банду. Вот, расписки об их сотрудничестве. Вот, пожалуйста. Да он бы, как сыр в масле, еще мог всю жизнь кататься. Но кому-то это не понравилось. Слушай, Володь, там такое количество фигурантов. С кого начнем? Поехали в отдел, там подумал. Ну, что стоишь? Поехали за ними. Они сейчас машину поменяют. Не найдем. Ушли документы. Угу. Да, мы ждем. Он сейчас выйдет. Там везде глаза, уши. Он боится. Ну, как всегда. У вас все готово? Контракт здесь. Осталось только подписать. Вон он идет. Угу. Пригнитесь. Алло. Видели? Это будет для вас уроком и последним предупреждением. Надеюсь, больше вы мне мешать не станете. И это не вопрос. Это утверждение. Знаете, будет очень жалко лишать мир такой красоты, Маргарита. Едем быстрее. Вот. Все сделаем. Угу. 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 Серега! Да. Да, кстати, на тебя жалоба пришла? Сама пришла или принёс кто? Не знаю. Избил каких-то охранников. Как это понимать-то? Сергеич, как хочешь, так и понимай. Что значит, как хочешь? Как же мне всё уже надоело. Так. Ну-ка, дорога, рассказывай. Что там у тебя произошло? Я же вижу, ты в последнее время сам не свой. Прихожу домой. У жены любовник. Трогать её не стал, она ушла. Через несколько дней прихожу в смене на замке. Но в квартиру всё равно зашёл, вещи все мои куда-то подевал. Прихожу к ней на фирму, там охрана, слово за слово, ну и… Ну ладно. С охраной мы как-нибудь разберёмся. Спустим дело на тормоза. Ладно, Серёга. Рабочий день закончен. Пошли домой, Серёга. Глеб Сергеевич, я ещё поработаю, а тут чего-то писанины накопилось столько. Я так понимаю, ты здесь живёшь? Вот тебе ключи от конспоративной квартиры. Поживи там, пока она свободна. Отоспись хотя бы. У нас очень много дел, Серёга. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин